А подлейшему из подлых, врагу народа Иуде Троцкому, все равно не уйти от сурового возмездия революционного правосудия. Привет, это Камчатка с Александром Петровым. Продолжаем наши выпуски Камчатка день за днем. В этих выпусках раз в неделю я рассказываю, о чем писали газеты полуострова в прошлом веке, иногда, что гласили документы в прошлом веке. И сегодня мы узнаем о том, что происходило на Камчатке с 4 по 10 февраля включительно в разные годы прошлого века. Газета «Камчатский вестник», год 1919, 4 день февраля. Объявление. Городская управа объявляет, что лица и учреждения, производящие заготовку дров, обязаны взять в управе удостоверение на право рубки дров. Лица, у коих не окажется упомянутых удостоверений, будут привлекаться к законной ответственности, а вырубленные дрова будут конфисковаться. Объявление подписано заместителем городского головы Бориса Глебским, членом управы Артюхиным и секретарем Бадахом. И тут же объявление, городская управа объявляет, что заявления о продаже дров, заготовленных для беднейших жителей города, принимаются в управе ежедневно с 9 часов утра до 2 часов дня, отпуск жидров производится еженедельно по средам. Это 4 февраля, 19-й год 20-го века, газета «Камчатский вестник» еще одно объявление. Родительским комитетом в пользу недостаточных учеников Петропавловских училищ будет поставлен вечер на Масленице, и во время вечера будет устроена лотерея «Аллегри». Не имея достаточных средств для устройства лотереи «Аллегри», родительский комитет просит всех сочувствующих граждан жертвовать кто чем может, вещами и прочим. Для сбора пожертвований комитетом назначены особые лица. Подпись. Председатель родительского комитета Новограбленов. Товарищи председатели Ткаченко Козырев. И там же еще два коротких объявления. Частный поверенный Александр Аркадьевич Борисоглебский берет на себя ведение гражданских и уголовных дел. Прием ежедневно, кроме праздников, от 4 до 6 часов. И последнее объявление. Столовая Лю Ши Тян. Третья улица, дом Орехова. Ежедневно отпускаются завтраки, обеды и ужины. Принимаются столовники. С почтением, Лю Ши Тян. Теперь с 19-го года переместимся в год 37-й. Тот же самый день, 4 февраля. Не хозяйничать троцкистам в советской стране. В селе Полана, центре Карякского национального округа, состоялся открытое партийное собрание совместно с колхозниками, рабочими и служащими. С большим вниманием было выслушано сообщение о процессе антисоветского троцкистского центра, возглавляемого Пятаковым, Радиком, Сокольниковым и Серебриковым. Преступная деятельность этой кучки предателей, раскрытая на судебном следствии, вызвала всеобщее возмущение. «Мы только наладили счастливую жизнь», — говорил колхозник Дроздов, которые стремились с десятки лет. И эти негодяи хотели отнять у колхоза в землю, хотели вернуть рабочих и крестьян в помещище капиталистическую кабалу, хотели распродать нашу Родину оптом и в розницу. Никто не позволит какой-то ничтожной кучке бандитов и убить торговать Родиной 170-миллионного народа. Отвратительны, гнусны и трижды подлы преступления закоренелых врагов народа Пятакова, Радика, Сокольникова и других, говорили выступавшие на митинге рабочие и колхозники. Но им не сломить мощь великой социалистической Родины. Если вы будете ухать против нас и будете опять готовить нападение, мы так ухнем, что больше не будешь ухать. Экипаж тральщика Буревестник с удовлетворением встретил приговор военной коллегии Верховного Суда по делу антисоветского троцкистского центра. Враги народа получили по заслугам. Советское правосудие не даст пощады никому, кто осмелится посигнуть на свободу 170-миллионного народа. Пусть троцкисты даже не мечтают о возврате к капитализму. Моряки все как один грудью встанут на защиту социалистической Родины. Экипаж Буревестника. И маленькая заметка выше бдительности. Изменники Родины, презренные наимиты германского и японского фашизма, получили по заслугам, заявляют своей революцией рабочие базы «Махавая» Авачинского рыбкомбината. Целиком и полностью одобряем приговор Верховного Суда. В ответ на контрреволюционные вылазки остервенелых псов-троцкистов еще теснее сплотимся вокруг коммунистической партии. Выше поднимем революционную бдительность. Включившись во всесоюзное соревнование, коллектив базы «Махавая» обязуется с честью выполнить план Путины 1937 года. Я уже говорил о советских зомби. Эти все резолюции, эти все выступления говорили о том, что коммунистам удалось зомбировать и развратить русский народ. Год 35-й. 5 февраля. Опять газета «Камчатская правда». Лучшие охотники выполнили план первого квартала. Поселок Кахтана Тигильского района в четвертом квартале план по пушнине выполнил на 73%. В течение первого квартала кахтанинцы обязались перевыполнить план, чтобы покрыть прорыв. В первую декаду квартальный план был выполнен по лисице на 60%, горностаю на 80%, по сополю план выполнен пока лишь на 6%, но бригада соболятников находится в хребтах, и сведений от них нет. Лучшие охотники, товарищи Жуков, баранников Федор и баранников Фома, свой квартальный план выполнили уже в течение первых декад. Охота продолжается. Это 5 февраля 35-го года газета «Камчатская правда». Продолжаем наше чтение. Опять 37-й год, 6-й день февраля, опять газета «Камчатская правда». И опять советские истерики. Иуде Троцкому не уйти от возмездия. Мы, рабочие УКС, УКС – это управление капитального строительства, мы, рабочие УКС, с большим удовлетворением прочли приговор военной коллегии Верховного Суда по делу антисоветского троцкистского центра. Пусть почувствуют псы германского и японского фашизма их агенты, троцкистские шпионы, диверсанты и поджигатели войны, всю силу социалистического закона, окарающего тягчайшее преступление перед Родиной и народом. Мы требуем посадить на скамью подсудимых Бухарина, Рыкова, Угланова и других пособников кровавой банды, а подлейшему из подлых, врагу народа Иуде Троцкому, все равно не уйти от сурового возмездия революционного правосудия. В ответ на гнусное преступление зверелых негодяев поможем органам НКВД очистить до конца советскую землю от троцкистских гадов. Здравствуй, Родина моя! Вышить за нами взвесь День следующий. 7 февраля. Год 1941. Объявление в газете «Камчатская правда». Камчатторг. Центральная продмаги. Номер 2. Ленинская. 94. Номер 3. Микояновская улица. Богатый выбор рыбных изделий. Копченые балыки. Первосортная сельдь. Копченая горбуша. Кижуч. Различные сорта соленой рыбы. Кита, горбуша, кижуч, красная, голец и другие. 8 февраля. Год 1917. Газета «Камчатский листок». Хроника. Его при освященство Нестор, епископ Камчатской и Петропавловской, получил высочайшую награду орден святой Анны второй степени с мечами за пастырское служение на поле брани. 9 февраля 1939 года. Газета «Камчатская правда». Помполит ближнего совхоза АКО «Уманец». Напомню, что ближний совхоз находился в районе нынешнего Сухарного хлебозавода улицы Краноцкой. Итак, помполит ближнего совхоза АКО «Уманец» пишет в заветке курсы агитаторов-беседчиков. Беседчики – это те, кто проводили беседы. 26 января в Петропавловском совхозе закончили работы курсы агитаторов-беседчиков. На курсах обучалось 13 человек. Программу курсов слушатели усвоили удовлетворительно. Они проявляли большой интерес к лекциям по истории партии и другим предметам. К сожалению, такие предметы, как политическая карта мира и антирелигиозная пропаганда, не были завершены по вине преподавателей, сорвавших занятия. Курсанты высказали пожелание, чтобы эти предметы Политсектор АКО и Горком союза воинствующих безбожников завершили через проведение в совхозе специальных лекций. Все курсанты сейчас распределены по участкам, получили указания по проведению читок и бесед в ближайшие дни. На курсах был выпущен один номер Стенной газеты. Большевистские выходцы из черты оседлости. А какими они еще могли быть? Вот фамилия Уманец указывает на происхождение из Умани. То есть из места компактного обитания хасидов. Здесь пытаются провоцировать провокаторы. Помполит из Умани стенает, что плохо была поставлена антирелигиозная пропаганда. И что союз воинствующих безбожников завершит эту пропаганду посредством лекций. И день последний, который мы сегодня рассмотрим, это 10 февраля 1938 года. Газета «Камчатская правда». Заметка на пушном промысле. Старый колхозник большевистской рыбоартерии Александр Глухов свой годовой план пушных заготовок перевыполнил в полтора раза. Им сдано пушнины на 753 рубля. До окончания сезона Глухов обязался добыть пушнины еще на 300 рублей. В прошлом году Александр Глухов за перевыполнение пушного плана был примирован двуствольным ружьем. Камчатка день за днем. С 4 по 10 день февраля. Разные годы. Наш полуостров. Теперь, как вы уже привыкли, ставьте лайки. Если вам нравится каждый раз в выпусках «Камчатка день за днем» узнавать что-то новенькое. Пишите комментарии. А если вы здесь впервые, то вот здесь вот, в правом нижнем углу. Рекомендации, что именно вам нужно сделать, чтобы не пропускать очередные выпуски. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok